Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский дал большое интервью газете «Видновские вести» и телеканалу «Видное ТВ». Оно было приурочено к году со дня начала исполнения главой своих обязанностей в Ленинском округе. В ходе беседы Алексей Спаский подвел краткие итоги прошедшего года и поделился своим видением перспектив развития муниципалитета. 2020-й был непростым, тем не менее глава Ленинского городского округа отметил, что почти все, что было намечено, удалось воплотить в жизнь. Те планы, которые были намечены, которые мне уже пришлось озвучивать в начале года, в феврале, планы на 2020 год, знаете, они в большей степени, ну, процентов на 95 были выполнены, а то, что было, мы календарно не успели в году 2020, доделывали или вот открывали, вводили в году 2021, понимая, что это все равно наработки труды 2020 года. Алексей Спаский поделился своим взглядом на решение многих ключевых для муниципалитета вопросов. По его мнению, эффективность чиновника должна измеряться результатом работы, способностью выполнять обещания. У нас долгожданная вот эта реконструкция дорожной сети внутри города, в том числе выезд на Калиновку, школьная, да, и два перекрестка, она только в этом году дважды вылетала из государственных программ. Ну, по тем или иным причинам, ограниченность финансирования, мне дважды пришлось Игорь Борисовичу Трескову подключать к этому министра транспорта, Алексею Дмитриевичу Гержика, но тем не менее, вы видите, что все это случилось, случилось в 2020 году. В ходе интервью глава муниципалитета поделился планами по развитию дорожной сети округа. В частности, он подробно рассказал, что скоро начнется реконструкция Володарского и Каширского шоссе. Полгода назад я на честные вопросы жителей на приемах отвечал, что я пока не знаю вам сказать, что со сроками. То этот вопрос мы ставили неоднократно, мы, повторюсь, поднимаем его как вопрос номер один. Это по масштабу бедствия, как бы то ни звучало, и по тем деньгам, которые нужно вложить для его решения. В настоящее время в госпрограмме стоит 22-й год завершения строительно-монтажных работ. Но я буду считать, что это такая, спустя год-два, я вам скажу, какая главная победа случилась в этом периоде. Также Алексей Спаский отметил, что работа в муниципалитете всегда будет вестись с учетом мнения жителей. Система добродела. Когда она начиналась, она у чиновников всех уровней практически вызывала жутчайший антагонизм, потому что не житель теперь должен был бегать за тобой, а ты за жителем. Если пересмотреть свой подход к этому делу и всегда исходить из того, что человек обратился, он же не просто так, хотя есть, конечно, и такие профессиональные писатели, он обратился, потому что его что-то не устраивает. И включить логику от того, что мы не просто давайте человеку отписку, как это называется, ну или более грубым словом сказать, а решим вопрос. И тогда он второй раз по этому вопросу не будет писать, ты второй раз не будешь писать от списка, а вот посмотреть, что можно сделать сегодня, что можно сделать завтра. Рассказал Алексей Спаский и о своем довольно необычном понимании командной работы. Я не верю в команду единомышленников. То есть мы все, как среди муниципалитетов, так и внутри, здесь среди заместителей подразделений, вообще вся жизнь построена так, что мы существуем в системе ограниченных ресурсов, да, финансовых, временных каких-то. Неважно даже, как мы друг к другу относимся, то есть мы можем даже ненавидеть друг друга, но если мы эффективно и выполняем в такой конструкции свою задачу, для меня это команда. Посмотреть полную версию интервью можно на канале Видное ТВ во вторник и среду и в наших группах в социальных сетях.